Слава нашему Господу! Умножился грех, стало преизобиловать благодать и растление на земле. Грех умножился, поэтому Бог и зальет свою благодать на тех, кто ждет, кто верит, кто принимает. Слава Господу! Я буду читать это Евангелие Матфея из 13 главы, 2 стиха 18 и 19. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Из книги «Деяния апостолов» с 8 главы, 29 стихи, ниже такие слова прочитаю. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к всей колеснице. Филипп подошел и услышал, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Апостол Павел пишет Тимофею, разумеешь, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. Слово Божие открывает, Господь нам открыл, что ко всякому слушающему слово Божие. Ну, уже пришел в собрание, поднялся, собрался, не хотел идти. Может, побуждали, может, совесть осуждала, пришел. Но если пришел даже в служение, где проповедуется истина, Слово Божие, и здесь надо бодрствовать. Ко всякому слушающему слово и неразумеющему приходит лукавый и похищает. Вот эта драгоценность, это Слово Божие, о Христе, о котором написано, что Он есть премудрость, что в Нем, во Христе, все сокровища, богатства и премудрости, и Он дает для своего народа. И вот враг хочет это похитить. Ко всякому, кто не разумеет, приходят лукавые. Поэтому очень важно разумение Слова Божьего. И мы знаем из Писания, дорогие друзья, что Господь наш, Он учил учеников Своих. Он был с ними. Они были в лучшей школе, которую кто когда учился, изучая Священное Писание. Но вот наступило такое время, когда Бог и Иисус отверз им ум к разумению Писания. Он сказал, вот так надлежало пострадать Христу и войти в Свою славу. И начал от Моисея, из всех пророков, и изъяснял, вот так, вот так надо понимать, вот так надо разуметь, вот так будет правильно. И когда Он открыл, отверзнул ему к разумению Писания, эти ученики понесли это Слово в мир. И мир на земле изменился через Слово Божие, через правильное, преподнесенное Слово Божие. Стали меняться люди, каяться, обращаться к Господу. Бог послал Дух Святой, излилась благодать Божия. И тысячи, тысячи людей стали обращаться к Господу, потому что Дух Божий действовал. Разумеешь лишь то, читаешь. Дорогие друзья, очень много в Писании написано, и мне самое большее нравится толкование Христа. Вот притча о Сеятеле, коротко и конкретно, и другие изъяснения, когда ученики спрашивали, изъясни нам эту притчу. Бывает, вот, дорогие друзья, человеку толкование прочитаешь, на малое, ну, чуть не целая книга толкования, а когда начнешь читать, может, забудешь, что было вначале. Так много и так объемно, и трудно все вместить. Вот такое толкование. Я хочу прочитать, дорогие друзья, вот одно видение из книги пророков. Из книги пророков, это пророка Амоса. Восьмая глава, первый стих. Восьмая глава книга Амоса. «Такое видение открыл мне Господь. Вот корзина со спелыми плодами». «Такое видение открыл мне Господь». Вот если бы Господь открыл о ком-то, и мы услышали, или кому-то из нас, как бы мы могли растолковать? Вот дальше там написано толкование. Нам легко сейчас. Мы знаем, дорогие друзья, корзина со спелыми плодами. Как бы мы могли растолковать, если бы Господь не открыл, что это значит? Как это правильно понимать? Мы бы, я думаю, и спросили, какие это плоды, а хорошие они или плохие? И когда бы нам объяснили, что это прекрасное, такие плоды, зрелые плоды, но мы, я думаю, положительно бы истолковали бы, не правда ли? Если было кому-то, сказал, брат, ты благословен, или сестра, это благословение в тебе от Господа. А вот как Господь истолковал второй стих. «И сказал он, что ты видишь, Амос?» Я ответил, корзину со спелыми плодами. Тогда Господь сказал мне, приспел конец народу моему Израилю, не буду более прощать ему. Вот, дорогие друзья, кто мог бы подумать, что на это видение будет такое значение, такое толкование? Кто мог из людей растолковать? Когда-то мы читаем, когда пришло слово Божие к фараону, и Бог лишил его покоя, он искал ответа, он понимал, что что-то важное. Вот рассказал сны, созвал всех мудрецов, и никто не решился дать ему, сказал, не знаем. Почему? Потому что все понимали, перед фараоном, если начнешь кривить, хитрить, то там уже потом может быть не просто наказание, а смерть. И они просто в страхе, не знаем, никто не мог растолковать. Что это значит? А ему было все открыто, что будет в будущем? Ну, все есть, все откровение, план действия, что надо делать? Но оно похоже, вот я прочитаю, наверное, вот такое состояние Исаии. Вот есть в Исаии записано 29 глава 11 стих и ниже. И всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу, и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, не могу, потому что она запечатана. И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, я не умею читать. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною, есть изучение заповедей человеческих. И вот Бог открывает, почему закрыто пророчество, или почему нету ее вообще, или видение. Он говорит, проблема с сердцем, потому что сердце настолько далеко от Господа, что Господь не может открывать, Господь не может действовать, Господь не может пребывать. И вот поэтому это случается. И это нужно, чтобы произошло исправление в сердце, внутри, у человека. Дорогие братья и сестры, и мы также читаем Слово Божие. У нас в церкви есть разбор Слова Божия, и Господь обращается к нам, разумеешь лишь то читаешь. Почему? Это важно, повторяю, потому что если не разумеем, если не ищем этого, тогда приходит Сатана и похищает. И много, очень много от обкраденных людей в этом мире, врагом душ человеческих, очень много обкраденных. Есть Слово, есть план к спасению, есть план к благословению, к труду Господню, но не разумеет человек, как запечатанная книга, как не умеет читать, потому что проблема с сердцем. Дорогие братья и сестры, я хочу обратить внимание, что когда-то Господь, когда был на земле, говорил так, к народу, который окружал его, которому он проповедал, который видел чудеса и знамения, которые отворил Сын Божий. И он говорил, что царица южная, царица савская восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их. И вот причина почему? Потому что она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. И я хочу напомнить о этой царице, которой записана, вот третья книга царств, 10 глава с начала. Царица савская, услышав о славе Соломона, во имя Господа, пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее. И не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. Вот она услышала о мудрости, о славе. И пришла, что испытать его загадками. Это не, знаете, вот Писание говорит, слова мудрецовы, чтобы понимать эту замысловатую речь, эти загадки. И вот она с этой замысловатой речью, с загадками пришла к Соломону, чтобы испытать его, насколько он мудрый. И он все ей объяснил. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, и всесожжение его, которое он приносил в храме Господнем. И не могла она более удержаться. И сказала царю, верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей. Но я не верила словам, доколе не пришла и не увидели глаза мои. И вот мне и в половину не сказано, мудрости и богатства у тебя больше, нежели, как я слышала. Вот посмотрите, вот о чем вспоминает Сын Божий, о этой царице, которая пришла к Соломону, она услышала о его славе, о его богатстве, о его мудрости, и пришла испытать его загадками. Он все ей объяснил. Кроме этого, она посмотрела на его дом, на дом Божий, на его слуг, на все устройство. Она восхищалась, она была в восхищении. Да говорит, и половину мне не сказано, у тебя мудрости и богатства намного больше, чем я слышала. А Господь сказал, что здесь больше, нежели то, что у Соломона. Здесь больше. Вот, дорогие друзья, мы видим ли мы, живем ли этим, получаем ли это, и видим ли мы, что больше у Христа, чем у Соломона. Он сказал, что эта царица восстанет с людьми того рода и осудит, потому что она пришла послушать, и вот здесь больше Соломона. Ну, у Соломона, вот она рассказывает, что у Соломона увидела. У Соломона было, что увидеть. И еще после этого он такой величественный престол построил, значит, сделал. Его обложил чистым золотом. На подлокотниках львы стояли. Восходило, чтобы зайти к престолу, шесть ступеней. По сторонам, значит, с каждой стороны по шесть львов стояло. И написано, что не было такого ни в одном царстве. Ну, к Соломону прийти, посмотреть дом его, посмотреть престол его, посмотреть слух его, одежды, этих певцов, этого все. Ну, есть что посмотреть. Ну, какая слава, какая красота, какое величие. А о Господе написано, когда он придет в этот мир пророческий, что не будет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал к нему. Но когда однажды он обратился к ученикам своим, не хотите ли вы отойти, Петр сказал, Господи, куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы поверили, познали, что ты Сын Божий. Другими словами, мы никуда не хотим идти. Нам ничего не надо. Нам не надо ни золото, ни серебро. Нам не надо ни слава мира всего. Мы хотим от тебя слышать глаголы вечной жизни. Мы любим благодать, которая исходит от тебя. Мы полюбили тебя. Мы хотим идти за тобою. Он говорит, здесь больше, нежели то, что было у Соломона. У Соломона это было видимое. Очень много такое и есть, дорогие друзья, и было, и раньше, когда Господь обличал, когда Он обличал фарисеев, саддукеев. Очень много было похожего, как у Соломона, чтобы показаться перед людьми. Очень много было. А у Господа, о Господе написано, и о церкви Его. Слава церкви внутри. И Он говорит, царство, которое придет, царство Божие, оно не будет, не придет приметным образом. Оно внутри есть. Внутри человека. Если оно есть, оно будет умножаться, оно будет увеличиваться. Эта слава придет, слава от Бога, слава Божия, которая непроходящая. То, что у Соломона все прошло, ничего не осталось, а то, что Божие, оно остается, дорогие друзья, это непроходящее, это невидимое, оно остается всегда здесь и будет в вечности. И вот, когда обличал Господь этих людей, Он обличал их. И обратите внимание, дорогие друзья, мы говорим сегодня об этой теме, разумеется, что читаешь, когда Господь обличал и беседовал с ними, подошли к Нему садокеи, которые не верили в воскресенье. Они вообще не верили в воскресенье, не верили в ангела, не признавали ангела, ни духа, ни во что не верили. И не правда ли, довольно странное такое вот поведение, среди народа Божьего выросли, не верить ни в воскресенье мертвых, ни в ангела, ни в духа, ничего не признавать. Ну, если бы с какого острова дикари жили, ну, это понятно, ничего не слышали, ничего не знали, но с детства их тоже водили в синагогу, с детства слышали Слово Божие и не верить ни во что. И вот обратите внимание, как Господь говорил из Ветхого Завета о воскресенье мертвых. Вот, когда мы иногда беседуем с людьми, которые, допустим, не верят, не признают, не хотят, что вот написано, как Господь умывал ноги, не хотят умывать. Вот им нужно доказательство. Вот если бы все евангелисты написали, а если бы еще что-то было бы, вот они тогда поверили. Вот что Господь приводил в доказательство воскресенья из Ветхого Завета? Он говорит, разве мы не читали, когда Господь обратился к Моисею, Он сказал, я Бога Врама, Исаака, Иакова. И Он объясняет это. Бог говорит, не есть Бог мертвых. Он не насобирал мертвецов. Он говорит, пред Ним все живы. Аллилуйя. Вы посмотрите, я думаю, мы без откровения Божьего никто не взялся бы это место толковать. А Бог открыл, это обращение было о том, что есть воскресенье мертвых. Авраам, Исаак, Иакова, цих живы, а не пред Господом. Они живы. И все те, которые перешли, они живы. И это места священного Писания говорит о воскресении мертвых. Дорогие друзья, но когда закрыто, когда закрыто, дорогие друзья, никто не может это растолковать, понимать. И говорит, когда не читает Ветхий Завет Моисея, покрывало лежит на сердце их, но только когда обращается ко Христу, тогда это покрывало снимается. Дорогие возлюбленные братья и сестры, которые служат меня сегодня. Открыто ли нам Слово Божие? Разумеем ли мы, что читаем? Или на нас лежит покрывало? Или на нас лежит какое-то покрывало, что не дает ясно увидеть Иисуса Христа? Для тех, кто читает Писание, им не надо, как первокласснику показывать несколько мест по букве. А Божье Слово говорит, однажды сказал мне Бог, однажды, один раз, я дважды слышал, что сила у Бога. Если Бог однажды сказал Писании, Дух Святой, если ты ищешь Бога, повтори тебя второй раз, что это истина, Он откроет тебе. Ты дважды это услышишь, что это будет подтверждение, это истина, это Слово Божьего. И сам Господь сказал, что оно будет судить в последний день. Разумеешь лишь то читаешь. Дорогие возлюбленные братья и сестры, если мы об этом не будем заботиться, враг много обкрадет. Дорогие друзья, в Слове Божьем, в этих откровениях, в этих притчах, это богатство, это твердая пища, которую мы сегодня слышали, но на них надо святого духа толкования, чтобы каждый мог воспользоваться и возрастать духовно, от того, что верующие люди не ищут истинного толкования, откровения от Бога. Очень много среди народа Божьего слабых, больных, изнемогающих, не имеющих веры, потому что вера отслышания, отслышания Слова Божьего, когда она открыта святым духом, это откровение, человек, он как летает, как птица на крыльях, он вдохновен, какие бы трудности ни были, потому что пришло слово от Господа, которое подкрепляет его, разумеешь лишь то, читаешь, и поэтому он когда сказал, не хотите ли вы отойти, кому нам идти, ты имеешь глаголы вечной жизни, слава нашему Господу, мы пришли к такому Господу, который больше Соломона, больше всего, у него ни одного дома не построен, не было на земле дома, он говорил, что птицы имеют гнезда, лисицы, норы, а сын человеческий не имеет преклонить голову, но его приход изменил всю историю на земле, и мы потому сегодня в доме молитвы, потому что, дорогие друзья, он богат, он живой, он любящий, он прощающий, поэтому мы здесь. Давайте преклонимся пред Ним и будем просить, чтобы нам, дорогие друзья, просить у Бога, читая Слово Божие, чтобы оно говорило к нам. Аминь. Слово Божие, субтитры, 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 Субтитры,